Второе послание Петра с 10 стиха Петр пишет так Придет же день Господень как тать ночью Тать это вор То есть это будет внезапно Это будет нежданно Это будет каким-то потрясением мне кажется для всех Когда придет день Господень И тогда небеса шумом придут Стихи же разгоревшись разрушатся Земля и все дела на ней сгорят Если так все это разрушится То какими должно быть святой жизни и благочестии нам Ожидающим и желающим пришествия дня Божия В которой воспламененные небеса разрушатся И разгоревшиеся стихи растают Впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба И новой земли На которых обитает правда и так возлюблены Ожидая сего Почитесь явиться перед ним Неоскверненными и непорочными в мире И долготерпение Господа нашего Почитайте спасением Как и возлюбленный брат наш Павел По данной ему премудрости Написал вам До сего места Речь идет об уничтожении Братья и сестры То что Бог Как Творец Будет уничтожать все И Есть этому научное подтверждение Даже почему стихи разрушившись Разгорятся Есть Такая идея Что все состоит из атомов Вы понимаете это Есть идея Того что То что находится в атоме Там эти электроны Я не ученый Братья и сестры Поэтому Кто там что знает Лучше Это нормально То есть Что они выявили Они выявили Что Ну в принципе Атом Он не может находиться В таком состоянии Просто так Есть что то Что они не могут выявить Что держит Вот эти все там Электроны Или как их там Да Внутри Все это И они назвали Этот клей Как бы Колосс То есть Есть сила Такая потужна Яка Все это Удерживает Состояние В каком мы Сейчас видим Макартур Говорит Я называю Этот клей Колоссяном Они Колосс Говорят Он говорит Я называю Колоссяном Почему Братья и сестры Потому что Бог держит Все Словом Силы Поэтому они Не могут Объяснить Как это происходит По идее Те частицы Которые Находятся Внутри Они Не должны Они отталкиваются Это как магнит Знаете Плюс Минус Или Плюс Плюс Я не знаю Как оно работает Отталкивается Есть магнит Вот они Говорят Это должно Отталкиваться Это не должно Так быть И смотрите Почему Придумали Атомную Бомбу И что Это Атомная Бомба Это Распад Это Расщепление Атома Они Другое Расщепить Не могут Вот поэтому Это Самые Доступные Расщепляемые Там Уран Водород Там Я не знаю Как это Работает Но Суть В том Что Когда Бог Начнет Уничтожать Землю И Все дела На ней То Они Говорят Что Это Будет Атомный Распад Когда Бог Уберет Вот эту Силу Это Огромный Ядерный Взрыв Представьте Стихии Разгоревшись Вы Представляете Что это То есть Сейчас Мы Ясно Видим В Писании Что Это Не само По себе Продолжает Существовать Бог Удерживает Это Все Словом Силы И так Написано Мы Прочитаем В этой же Главе Написано А Нынешние Небеса И земля Содержатся Тем же Словом Сберегаются Огню На день Суда И погибели Нечестивых Людей Удерживаются Тем же Словом Идея Такая Что Христос Держит Все Удерживает От состояния Распада Только по Своей воле Наше Существование Все Что нас Окружает Природа Находится В таком Состоянии Потому что Христос Владычествует На земле Он Удерживает Это Все И они Они говорят Что когда Этот клей Этот колосс Бог уберет Вот эту силу Своего слова Начнется Просто Атомный Распад Всего Это большой Ядерный Взрыв Который Уничтожит Все Все Придет В небытие Как Как Из небытия Пришло И он Говорит Если Так Все Это Разрушится То Какими Должно Быть Нам Мы Ожидаем Этого Бога Во спасение Бога Который Будет Уничтожать Все Который Приведет Все В такое Состояние Ужаса Тут Написано Не просто Распад Погибель Нечестивых Людей Те люди Которые Не приняли Божьего Слова Они Будут Погибать В этом Огне В огне Помните Совершающего Мщения В огне Бог Будет Мстить Нечестивым За хулу За оскорбление Евангелия За пренебрежение Его Словом За неблагодарность Люди Живут Безбожно И их Ждет Погибель И призыв Петра Заключается В том Чтобы мы Ощущая Приближение Дня Господнего И понимая Что это Будет Настолько Ответственный Момент Для церкви Чтобы Он говорит Представьте Какими Должны Быть Мы Чтобы Это Все Нас Не Тронуло Представьте Какая Насколько Качественная Должна Быть Жизнь Божьего Человека И это Трудно Братья И сестры Жить Качественной Духовной Жизнью Трудно Еще Никто Не Написал В посланиях Или Где-то Что это Ерунда Вообще Два Три Дня И вы Духовный Это Куча Усилий Это Старание Сколько Таких Призывов Прилагая К всему Все Старание Все Что у Тебя Есть Кто Прилагает Все Старание Поднимите Руку Кто Стремится К тому Чтобы Качественно Проводить Свою Жизнь Перед Богом Стремимся Конечно Стремимся Если Мы Не Стремимся Значит В Нас Нет Духа Христова Мы Стремимся Но Прилагаем Ли Мы Все Старание Это Уже Другой Вопрос И По Сути Петр Говорит Чтобы Церковь Давила На Святость Чтобы Каждый Лично Старался Свою Жизнь Отделить От Греха Отделить Чтобы Эта Жизнь Была Образцовой И Когда Придет Тот День Чтобы Нас Не Коснулось Потому Что Бог Будет В Ярости И В Гневе Описано Чаша В Руке Господа Кипит Поэтому Он Говорит То Вы Ожидающие У нас Уже С ожиданием Часто Бывает Проблема Как Андрей Сегодня Говорил Что Часто Суета Отделяет Нас От Этого Ожидания Мы Часто Не Ведем Такой Образ Или У нас Часто Пропадает Это Чувство Эсхатологическое Чувство Можно Его Назвать Эсхатология Это Наука О Последнем Времени То Есть Ожидание Вот Этой Эсхатологическое Последних Дней Оно Пропадает У Нас И Поэтому Жизнь Часто Не Является Такой Качественной Может быть Если бы Само Ожидание Пришествия Христова Крепко Утвердилось В наших Сердцах Может быть Оно бы Лучше Побуждало Нас К этому Когда Апостолы Смотрели На Христа Который Подымался В небо Что Ангелы Сказали Они Сказали Что Вы Стоите И смотрите Как Иисус Уходит Он Говорит Он Придет Таким же Они Переключают И взгляд На надежду Они Тумблер Включают Надежды И ожидания Он Говорит Он Придет Таким же Самым Образом По сути Он Говорит Что Все Что Сделал Христос Уже В прошлом И это Уже На вас Повлияло Вы Уже Спасены А теперь Смотрите Вперед Потому Что Надежда Побуждает Верующих Жить Свято Если В твоем Сердце Есть Глубокое Убеждение Что Христос Придет Ты Будешь Жить По-другому Если В твоем Сердце Есть Вера В то Что Это Будет Внезапно Ты Будешь Жить По-другому Ты Не сможешь Жить Так Как Ты Живешь Не Сможешь Ты Будешь Бояться В хорошем Смысле Этого Слова Бояться Того Момента Когда Христос Буквально Ворвется В твою Жизнь Он Придет Внезапно И Поэтому Он Говорит Старайтесь Явиться Не Оскверненными И Непорочными В мире Мир Может Запачкать Братья Сестры Может Запачкать Это Действие Извне А тем Более Сейчас Когда Мы Живем Век Технологий Интернет Может Вас Замазать Просто Грязью Зашпаклевать Туда Откуда Трудно Выкарабкаться Даже Некоторым Это Действие Извне На нас Влияет Мир На нас Влияют СМИ На нас Влияет Общественное Мнение И это Все С одной Простой Целью Сбить Прицел Сбить Курс Заставить Человека Божьего Мыслить Не по Божьему Какими Хочете Категориями Патриотическими Еще Какими-то Не по Библейски Мыслить Это Цель Сатаны Заставить Божьего Человека Мыслить Не по Библейски И он Говорит Старайтесь Явиться В тот День Неоскверненными От мира Чтобы Это Влияние Извне Не наложило На меня Свой Отпечаток Что Часто Бывает В нашей Жизни Часто Бывает Я Я Говорю Я Вижу Так Что Проблема Последних Дней Это Технологии Для церкви Это проблема И для верующих Часто Это проблема Это проблема Времени Это проблема Нефильтрации Информации Это проблема Греха Который Подается Просто В любых Формах И технологии Рассчитаны На то Чтобы тебя Просто В эту сеть Затянуть Затянуть Я иногда Удивляюсь Как это Работает Думаю Ну там Инженеринг Вот это Да Просто Вверх Совершенства Они тебя Окутают Так Что Ты потом Трудно Тебе будет Вообще Выйти оттуда Люди Погружаются Куда угодно В порнографию В игры В информационные Потоки Которые Вообще Верующим Не нужны Братья и сестры Вообще Эта информация Засоряет Просто Эфир Она не дает Она не оставляет Человеку Способности Думать Самостоятельно На Представе Божьего Слова Не Залишая Шансов Он И это Все Настолько Тонко И это Все Настолько Хитро Подается Что человек Он Просто Уже Когда он Уже Там Он Еще Уже Начинает И то По милости Божьей Начинает Что-то Понимать Поэтому Петр Говорит Старайтесь Чтобы мир Вас не запачкал В тот день Отделитесь От него Вообще Выйдите Из них Очиститесь От них Очиститесь А потом Говорит Непорочными Старайтесь Сивиться Это Внутренний Момент Братья Сестры Это Когда Внутри Пороки Восстают Гордость Себелюбие Чеславие Еще Какие-то Пороки Похоть Помыслы Тут Война Как в Израиле На двух Фронтах С этой Хамаса С этой Как они Хазбалла Там Хамас Тут Хазбалла Снаружи И Поэтому Он Подчеркивает Он Он Побуждает Наше Желание Жить Свято Тем Что Нас Ждут Грандиозные События Грандиозные Люди Неверующие Я уверен Они будут Не просто Удивлены Они будут Ошарашены Этими Событиями Эти люди Будут Потрясены Этими Событиями Эти люди Будут Вздыхать От страха И Недоумения Недоумение Это растерянность Братья и сестры Придет Час Когда Бог Явит Своё могущество В своем творении И это Радость Церкви Это Надежда Церкви И ожидания В тот День Люди Увидят Что Есть Разница Между Праведником И Нечестивым Тогда Сейчас они Думают Что мы Ущербные Что мы Пришли сюда Потому что нам Плохо жилось Или нам было Трудно Справиться Жизнью Они считают Что мы Слабаки И Притом Верим В несуразицу Тогда Они Увидят Разницу Они Увидят Насколько Разница Велика Между Ими И Нами Тогда Бог Покажет Что значит Разница Между Служащим Богу И Неслужащим Всё Встанет На свои Места Единственный Призыв Петра Братья и Сёстры Старайтесь Он говорит Почитись Это Стараться Почитись Явиться Перед Ним Нужно Отделиться От мира И Нужно Навести Порядок Внутри И Пусть Нас Бог Благословит В этом И Для Этого Нам Дано Всё Братья и Сёстры У Нас Есть Постоянное Прощение Вы Представляете Что это Такое Постоянное Прощение Вы Часто Прощаете Людей Окружающих Вас Всегда Конечно Сразу Притом Я Прощаю Всех Это Даже Не Вопрос У вас Постоянное Прощение У нас Братья Постоянное Милость Божия Обновляется К нам Каждое Утро Каждый Вечер Каждый День Все 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 Дано Для Того Чтобы Нам Ожидать Пришествия Господня Поэтому Я Еще раз Этот текст Прочитаю Итак Возлюбленные Ожидая Дня сего Почитись Явиться Перед Ним Братья и Сестры Явиться Перед Ним Это Слово В греческом Звучит Старайтесь Быть Найденные Им И найденные Это Пассивное Действие Что это Значит Это значит Что я в этом Не участвую То есть Когда Бог Меня найдет Тогда найдет И Вот в этом Неожиданность Братья Это Пассив Это то Когда Бог Тебя Находит Нечестивый Ты Или праведный Независимо Ни от чего Он Тебя Находит Потому Что Он Тебя Нашел И Для Всех Это Будет Неожиданность Для Всех И Поэтому Он Говорит Почитись Явиться Перед Ним Не Оскверненными И Непорочными В мире Над Всем Главенствует Святость Служение Это Святость Будь У Тебя Семь Пядей Во Лбу Если Ты Живешь Нечестиво Если У Тебя Нет Борьбы Если Ты Постоянно Мараешься Об мир Он Высосет Из Тебя Силу На Кафедре В Служении В Общении Ты Будешь Никем У Тебя 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 Такое поднесение, это поклонение Богу, братья и сестры, это засебь поклонения Богу. Я уже не знаю, какую я проповедую, чи российскую, чи украинскую. Уже путаюсь, да. Да, вот это меня радует, братья и сестры, что все зрозумело, что я еще на английскую не перехожу, тому слава Господу. Поэтому, братья и сестры, это основной посыл последнего времени. Церковь святая и церковь служит Господу. Это основной посыл. И когда придет время, вы будете радоваться, вы не будете постыжен. Поэтому пусть Бог всех благословит.